Здравствуйте, с вами программа Доктор И, и мы ее ведущие Кирилл Рацик и доктор Ирина Першина. Сегодня у нас в студии технический директор независимой экологической экспертизы Александр Кукса. Здравствуйте. Здравствуйте. Александр, когда мы живем в доме, хочется, чтобы нас окружали только безопасные вещи и материалы. Если мы собираемся делать ремонт, вот как правильно выбирать материалы? Ну, например, какое выбрать правильное покрытие для пола? В принципе, единственный доступный практически всем жителям нашей необъятной страны – это органолептический метод. То есть вкус, цвет, запах. Когда вы приобретаете или смотрите рулон ламината или линолеума, и от него идет сильный кислый запах, то это уже повод в том, чтобы задуматься, а не стоит ли покупать другой. Потому что бывает у него клейкая основа воняет, то есть вот клей, на который он потом клеится. У него бывает воняет поверхность, потому что от него может жутко пахнуть красителями. Но пахнет линолеумом. Больше ничем. Это хорошо, потому что очень часто бывает кислый, достаточно неприятный запах, очень похожий в свое время советские пластинки были мягкие, они имели такой же запах – это стирол. Это, в принципе, достаточно вредное химическое вещество, которое может приводить к развитию раковых заболеваний. Если мы будем говорить о корпусной мебели, какие материалы нужно выбирать, какую мебель, по каким критериям ее нужно отслеживать? В идеале, конечно, это, как говорится, уповать на экологические технологии использовать чистую деревянную мебель с минимумом каких-либо клеев и красок. Потому что сейчас, в принципе, в продаже даже доступна деревянная некрашенная мебель. То есть дерево обработано какой-то морилкой, чтобы она долго жила, там не завелись какие-нибудь древоточицы, и все. Но это дорогое удовольствие. Дорогое удовольствие. Да, как правило, у нас в основном в массовом пользовании это ДСП. Да. Вот отличная доска, у нее заделана лицевая сторона, у нее заделана тыльная сторона, и, казалось бы, все хорошо. Но места стыков у нее, пожалуйста, видно ДСП весь в срезе. Такие стыки, по идее, должны быть закрыты. У нас, как правило, производители мебели этим пренебрегают. Эти стыки остаются открытыми. Во-первых, то, что будет внутри, то есть вот эта полка, она должна вот так вставляться в шкаф, здесь закрепляться, и, в принципе, ничего не будет. По мнению производителя. Но задние стенки, они вот такими и остаются, которые прижимаются к стене. А, это никто не увидит, но мы, значит, и делать тут не будем. И вот отсюда и будет идти запах. При этом запах будет идти отовсюду. Понятное дело, не всякая мебель, сделанная из ДСП, будет сразу давать превышение по содержанию фенола и формальдегиды внутрь помещения. То есть такая мебель, она имеет, в принципе, весьма специфический запах. Опять же, знакомый всем, это сладковатый такой древесный запах мебели ДСП. Многие наши даже клиенты радуются. О, у меня свежей мебелью уже год пахнет. О, значит, типа все гости будут думать, что у меня новая мебель. На самом деле, это уже первый признак того, что, скорее всего, в помещении будет превышение и пофенола и формальдегида, которые являются, опять же, подтвержденными канцерогенами. Но помимо мебели, полов, стен, есть еще и электропроводка, о которой тоже ходит много мифов относительно вредности и вредоносности вообще электрического только как такового, если его даже не трогать руками. Говорят, что от него расходят всевозможные поля магнитные, электромагнитные поля, затыкают розетки. Что вы можете сказать? Вот у нас здесь есть провода, алюминиевый и медный многожильный провод. Так, какой выбрать, медный или алюминиевый? Этот выбор, на самом деле, за нас уже практически сделали технологии современные. Разумеется, выбор за медными проводами. Почему? Потому что алюминиевые провода, они, конечно, может быть, более удобны для людей, допустим, с плохим зрением, что да, вот он толстый, его видно. Такие провода, если из них сделана скрытая проводка в доме, а это, в принципе, ну, в советское время это было традицией, такую проводку делать. Я был на объекте, на котором эти провода видно снаружи. То есть это по обоим обгоревшие полоски от этих проводов. Алюминий прошивается от времени, он утончается, напряжение через него идет все то же самое, и он начинает давать сопротивление. Он от этого начинает греться. И, ну, в той квартире обоим было 20 лет, как раз был юбилей. И, в принципе, по бумажным обоим это, в принципе, даже пожароопасно. Потому что, кроме того, что из-за того, что они дают большое сопротивление, там начинает расти прямо в геометрической прогрессии магнитное поле, они начинают просто все нагревать. Вы втыкаете в розетку, у вас сыпятся искры. Ну, вилку в розетку втыкаете, у вас сыпятся искры. Вы включаете телевизор, смотрите в гостиной комнате, у вас включился холодильник, у вас по телевизору пошли помехи. Это все значит уже проблема с проводкой. То есть надо ее менять на медную? Меняется на медную. Медная проводка, во-первых, служит гораздо больше. Во-вторых, площадь поперечного сечения, при всем при том, что она рассчитана под ту же нагрузку, у нее гораздо меньше. А в-третьих, в принципе, медную проводку можно изгибать под какими угодно углами. То есть если она находится в изоляционном пластике, то ее можно хоть в узел закручивать без всякого вреда для этой проводки. Александр, я вижу, что вы к нам пришли в студию не с пустыми руками, а принесли несколько таких интересных приборов. Расскажите, для чего они нужны? Эти приборы как раз-таки используют специалисты, которых вызывают с просьбой проверить электромагнитные поля в квартире, ну, при любых подозрениях, в принципе, потому что электромагнитные поля тоже могут вызывать вплоть до рака. То есть это, если человек, например, спит рядом с розеткой, которая под нагрузкой дает повышенное электромагнитное поле, то человек будет просыпаться невыспавшись, разбитым, у него будет болеть голова. То есть если у меня рядом с головой, когда я сплю, заряжается мобильный телефон, я делаю что-то не так? Очень не так. И для того, чтобы понять, мы включаем прибор. Электромагнитное поле идет по всей длине провода, разумеется. Если к проводу не подключить нагрузку, значит он практически ничего не будет давать. Должно быть в жилых зданиях, в помещениях не больше пяти. Мы здесь видим 0,344. А это должно быть не больше 500. При этом обратим внимание, что сейчас провод находится не под нагрузкой, но тем не менее он дает там 390, 245. Давайте попробуем нагрузить розетку. Как только мы нагружаем розетку, микроволновка идет в режиме ожидания, у нас поля сразу вырастают почти в два раза. Да, я вижу, уже 1,80, уже 2,30. 846. Понятное дело, что это только впритык, но это показатель того, что это работает. Ага. А если мы включим теперь микроволновку, что случится? Если мы включим микроволновую печь, значение изменится. Для того, чтобы ее включить, мы поставим там на минуту. Там у нас стоит стакан с водой, потому что ни в коем случае ни одну микроволновую печь нельзя включать без нагрузки. Почему? Кончится с тем, что она просто банально перегорит. А, ну это еще ничего. Вот, ну, включаем микроволновую печь. 11. 11. И у нас растет магнитное поле, потому что у нас увеличивается сопротивление. Хочется отойти. 16. Это не из-за микроволновой печи, это именно провод. А что это означает, что вот у нас провод так подлетел? Когда у нас включена микроволновая печь? Тогда, когда у нас, точнее, чем больше у нас к одной розетке подключена нагрузка, утюг, пылесос, обогреватель и плюс чайник мы включаем в одну розетку, тем самым мы увеличиваем значение магнитного поля по всему помещению. Даже пожарные рекомендуют не подключать большое количество работающих электроприборов, особенно с большим энергопотреблением к одной розетке. Александр, ну я считаю, что о доме можно говорить до бесконечности, поэтому мы обязательно еще вернемся к теме безопасного дома. А пока спасибо вам большое, что были у нас сегодня в гостях. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...